Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые пришли в наш дом молитвы сегодня, может быть, впервые, друзья, которые с нами в прямом эфире, предлагаю прочитать текст Священного Писания, очень знакомый для нас, дорог для каждого сердца. Мы сегодня уже читали этот текст, это будет снова Евангелие от Матфея, 28 глава, с первого стиха будем читать несколько стихов, прочитаем. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалив камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, каждому из нас в нашей жизни, вот, наверное, знакомо такое выражение. До и после. Я имею в виду, когда происходит что-то в нашей жизни, какие-то события, знаете, знаменательные. Возможно, это не самые хорошие. Возможно, это жизнь происходит, можете, в границах всей страны, большой страны. Это бедствия или войны, или еще революции какие-то, еще, которые потрясают всех людей, которые живут в одной стране. Люди запоминают эти даты. Они говорят, мы помним, до этого события было так. После этих трагических событий было по-другому. Братья и сестры, жизнь сложна. Нас постигают болезни, скорби, смерть родных. И вы знаете, когда мы теряем кого-то из близких, согласитесь, мы эту дату помним. И когда мы приходим на кладбище, на могилу родных, близких, для того, чтобы поухаживать за местом, принести цветы, там есть две даты. Дата рождения и дата смерти. И согласитесь, для человека, который ушел, в его жизни тоже было это время, до его жизни на этой земле и после. И он ничего уже не может изменить. Эта дата после его смерти кардинально изменила его вечную жизнь, вечную участь. Братья и сестры, к счастью, есть не только трагические, плохие события до и после, но, к счастью, есть и хорошие события. И мы тоже об этом помним. Эти даты. Возможно, это день нашего обращения, рождения духовного. И мы тоже помним до и после. Возможно, это прокосочетание наших детей или внуков. Либо еще какие-то события. Но мы помним и говорим, до этого события было так, а вот после началась другая жизнь. Братья и сестры, об этом одном из самых лучших событий, которые когда-то произошло на земле. Событие, разделяющее мир до и после. Я сегодня хотел бы вместе с вами порассуждать. И вы знаете, что это за событие. Событие, связанное с воскресением нашего Господа. И тема моей проповеди называется «Воскресение Христово до и после». Воскресение Христово до и после. Потому что это самое великое и судьбоносное деление периодов жизни настолько абсолютно разделило всю жизнь и каждого человека, который будет жить сейчас, в будущем придет. Никто не может изменить вот этого события, которое разделило до событий воскресения и после. Друзья, кто-то может возразить, такое деление уже не актуально, потому что человечество уже живет почти 2000 лет после Пасхи, после этих событий. Друзья, исторически возможно это так. Но в духовном мире, в духовном все обстоит по-другому. В духовной сфере, в духовном мире, все люди продолжают жить либо до Пасхи, либо после Пасхи. Причем, подчеркиваю, с очень серьезными для своей души последствиями. Друзья, многие люди на сегодня продолжают жить духовно до событий, которые, казалось бы, никогда в их личной жизни не произошли. Это очень важно, друзья, сегодня об этом просуждать. Друзья, у нас время очень ограничено. Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, друзья, и обратить на два таких важных момента. Прежде всего, мы коснемся, что произошло в духовной сфере, в духовном мире. Это самый главный вопрос. А что же произошло после событий, связанных с воскресением Иисуса Христа? Как изменился мир? Как изменились те обстоятельства? Что изменилось для каждого человека? Верит в воскресение Христа, либо он не верит в воскресение Христа? И, возможно, это будет сегодня для него прекрасной возможности услышать эту благую весть. Друзья, я хочу сказать, что вот этим пограничным столбом, вот этой точкой отсчета, вот этим водоразделяющим как бы местом, которое разделило мир на до и после, является крест. Крест Иисуса Христа является тем местом, которое разделяет до и после. Потому что крест Христов – это место величайшего сражения, братья и сестры. Крест Иисуса Христа было местом величайшего сражения, где Бог одержал величайшую победу над миллиардами и миллиардами душ. Над каждой душой, которая когда-то будет жила, живет и будет жить на этой земле. Крест Христов – это не только место сражения между Богом и сатаной, между светом и тьмою. Крест Христов, я хочу подчеркнуть, это место, где открывается весь ужас греха. Крест Христа, где открывается весь ужас греха. На кресте люди проявили свою ненависть и отношение к Богу в лице Иисуса Христа. И все, что они делали с Иисусом Христом, это был результат нашей греховной природы. Я убежден, если бы распятие происходило сегодня, страдания, возможно, издевательства, мучения были бы намного больше, потому что грех имеет способность развиваться, грех имеет способность увеличиваться в масштабе, изощряться. Поэтому это было проявлением страшной греховности человека. Но я хочу сказать, что Крест Христов – это было особое место, где открывается в полноте, в глубине Божья любовь. Крест Христа – это проявление Божьей любви. На Голговском кресте висел тот, который возлюбил. Нам трудно понять, братья и сестры, как может человек во плоти, испытывая страшные страдания, мучения, все, что сделали с ним, с его телом. Он висит на Голговском кресте, и в его сердце нету ни иоты, ненавости, проклятия, злобы, мести. Со креста Бог обращается сегодня к каждому человеку и говорит, «Я люблю тебя, я люблю тебя». Братья и сестры, и послание к римлянам, римлянам, 5 глава, 8 стихе, Павел говорит, что, вы знаете, Бог доказал свою любовь. Бог говорит, «Я доказал вам свою любовь». Этот текст говорит следующее слово. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Божья любовь – это не абстрактное понятие. Бог говорит, «Я доказал свою любовь». Посмотрите на крест, посмотрите на распятого сына, посмотрите на безображенное лицо. Когда мы были еще грешниками, Бог говорит, «Я возлюбил и доказал свою любовь». Будем помнить, крест Христов – это дверь, которая открывает все последующие изменения в духовном мире и все величайшие благословения, которые придут в этот мир. Крест Христов открывает нам дверь для светлого воскресения. Поэтому крест Христов является этим центром, который разделяет до и после. Братья и сестры, я хотел бы сегодня обратить внимание кратко на четыре истины. Очень кратко порассуждаем на четыре истины. А что же в духовном мире произошло для вас, меня, для каждого человека? Вот эти «до» и «после» – настолько это важно для нас сегодня. Прежде всего, хочу обратить внимание, что для Бога во Вселенной существует только один вопрос. Для Бога во всей Вселенной существует один вопрос. Это вопрос греха. Все последующие вопросы связаны с этим грехом, страшным грехом. Грех для каждого человека имел четыре последствия. Для всякого человека, который рождается на этой земле, грех имел, имеет и будет иметь четыре последствия. Мы кратко о них порассуждаем. Прежде всего, это вина. Второе – это смерть. Третье – это проклятие. И четвертое последствие – это гнев Божий. Итак, первое – это вина. Если можно, откройте, пожалуйста, нам текст Писания, 3 глава, Римлянам, 19 стих. Мы обратим внимание на очень важную мысль, друзья. Иногда люди говорят, а в чем я виновен? В чем моя вина? Да, зачастую известное слово, которое люди или фразу говорят – я не убил, я не украл, я не прелюбодействую, я стараюсь быть хорошим человеком со всеми в мире. Почему я друг виновен? Обратите внимание, апостол Павел говорит, что мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. Братья и сестры, какие границы мира, обратите внимание, оказываются виновными? Весь. Писание говорит, весь мир становится виновен пред Богом. Каждый из нас, который пришел на эту землю, наследовал природу греха, природу Адама. Братья и сестры, каждый человек, Писание говорит, все согрешили, все лишены славы Божьей, и каждый человек персонально является виновником. Братья и сестры, каждый из нас нарушил заповеди Божьи, и мы имеем эту вину пред Богом, друзья. И возникает вопрос, каким образом снять эту вину? Я думаю, что здесь, кто присутствует каждый раз в жизни, хоть раз испытывал чувство вины, может быть, перед законом государственным, может быть, друг перед другом, дети перед родителями, мы чувствуем чувство вины, и возникает вопрос, что с этой виной делать? Друзья, наша вина друг перед другом, пред законом, ничто по сравнению с виной пред праведным и святым Богом. Мы виновны пред Богом. Возникает вопрос, что же произошло на кресте? Открывает ли воскресение Христова решение этого вопроса вины каждого человека? Братья и сестры, кто взял вину на себя? Христос. Христос взял вину всю на себя, друзья. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 33-34 стихе, говорит так, задает вопрос, кто будет обвинять избранных Божьих? И дает ответ, Бог. Бог оправдывает их в лице Иисуса Христа. И обратите внимание, дальше 34 стих. На основании чего? Он говорит, снова задает вопрос, а кто будет осуждать? Христос, Иисус умер. И обратите внимание, следующее действие. Но и воскрес. Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Дорогой слушатель, тот, кто находится еще под гнетом вины, чувствует вину свою пред Богом, пред родными, близкими, пред совестью Своей. Знаешь, что вот этот крест Иисуса Христа и Его славное воскресенье дает нам право, дает возможность сегодня получить прощение, и вина будет снята. Кто будет обвинять избранных? Бог, если Бог оправдывает и Бог снимает вину, друзья, это величайшее благословение. Итак, вопрос вины в лице Иисуса Христа на Голгофском кресте и Его славное воскресенье решило вопрос вашей, моей вины. И для тебя, дорогой слушатель, есть сегодня это время. Вторая мысль – это смерть. Эта смерть, как результат грехопадения, вошла в жизнь людей. Мы можем себе представить Адама и Еву, родителей, которые когда-то держали на руках своего сына Авеля. И можем себе представить их состояние пораженных, растерянных, плачущих, видя смерть своего сына. И смерть пришла в лице не болезни, не несчастного случая, а смерть пришла в результате брат, убил родного брата. Братья и сестры, смерть – это что-то страшное явление, которое приходит в жизнь каждого человека. И возникает вопрос, каким образом Бог победил этот смерть. Решен ли этот вопрос крестом Иисуса Христа и Его славным воскресеньем? Хор иногда поет на Пасху, и общим пением даже мы поем такие слова. «Смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал». Обратите внимание, вот это слово «смертью» – смерть. Иисус Христос своей смертью удивительным образом, но Он победил, попрал, уничтожил смерть. Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, он произнес очень важную фразу, обращаясь к своим служителям в день Пятидесятницы. Если можно, откройте текст Писания, Деяния, 2 глава, 23-24 стих. Он говорит так, «Сего по определенному совету и по предведению Божию предавшего вы взяли и пригвоздили руками беззаконников, убили». И затем следующий стих. «Но Бог, братья сестры, что сделал? Воскресив Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». Братья сестры, смерть сил имеет, власть. До воскресения Иисуса Христа уходили миллионы людей. Люди плакали, провожали, хранили своих, друзья. Но здесь, обратите внимание, во гробе был положен тот, кто есть сама жизнь, который сказал, «Я есть воскресение и жизнь». И Петр очень хорошо подчеркивает, этой смерти невозможно было удержать ее, невозможно было предъявить какие-то претензии. Она потеряла свою власть, потеряла свою силу, потеряла свое могущество, потому что смерть никогда не может победить жизнь, друзья. Это очень важно. Обратите внимание, послание евреям, 2 глава, 14 стих написано так. Павел говорит, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оно и для чего? Дабы смертью, своею смертью, лишить силы имеющего державу, смерти, то есть дьявола, слово «держава» – власть. Обратите внимание, очень глубокий богословский мысль. Павел говорит, что дьявол, он имел власть. Он радовался, он торжествовал, но пришел тот, кто разрушил это, кто отнял у него эти ключи, кто держит ключи ада и смерти, кто является своей жизнью. Друзья, мы по-прежнему провожаем своих родных и близких. Мы по-прежнему будем время от времени стоять у гроба наших родных и близких. Каждого из нас, если жизнь продлится, коснется. Но, друзья, для тех, кто принял Иисуса Христа и евангельскую весть о воскресении, смерть потеряла всякую силу. И апостол Павел говорит, для меня жизнь – это Христос, а смерть – это что? Это приобретение. Это приобретение вечности, приобретение с Богом. И апостол Павел говорит, что придет время, придет время, и вот эта смерть, которая на сегодня присутствует, она выполняет свою работу, она забирает и верующих, и неверующих, и христиан. Произойдет окончательная победа над ее уничтожением. Если можно, откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам. 15 глава, 53-54 стихи. Павел говорит так. «Это о будущем, это о будущем. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное». Друзья, дорогие слушатели, впереди ожидает что-то удивительное. Поглощена смерть победою. Смерть – вопрос, где твое жало? Ад – где твоя победа? Произойдет нечто удивительное, братья и сестры. Окончательное – вопрос смерти, физической смерти, не только духовной, будет решен. Но и так, друзья, смерть, которая сегодня уносит миллионы людей, смерть, которая сегодня страшит многих людей. Друзья, если вы боитесь смерти, боитесь перехода, я хочу сегодня ваше внимание, обратить внимание на того, кто победил смерть. Потому что, когда вы принимаете жизнь, написано, мы верующие переходим от смерти, переходим в состояние жизни. Вы приобретаете дар вечной жизни. Вы будете иметь эту вечную жизнь уже сейчас. И время окончательной победы произойдет в будущем, где апостол Павел говорил в первом послании Коринфянам. Третья очень важная истина, о которой хочу обратить внимание, последствия греха – это проклятие. Это проклятие, согласитесь, это очень страшное слово. Оно означает крайнее и бесповоротное осуждение виновного. Буквально перевод этого слова с оригинала, с греческого – это бесповоротное, крайнее, это осуждение, при котором нет никакой надежды. Итак, первое слово, впервые мы встречаем в Священном Писании это слово уже в книге «Бытие». Проклятие пришло очень рано в жизнь человеческого рода. Книга «Бытие», 3 глава, 17 стих, откройте, пожалуйста, это был приговор Адаму. Бог дал приговор, он говорит так. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, стоит слово. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. И кто-то читает и слушает этот текст, говорится, но это не касается наших людей. Наверное, это только проклята земля, друзья, нет, мы ошибаемся. Писание буквально говорит много-много раз о том, что проклятии подвержены были все человечество. Все человечество. Было проклята не только земля. Весь Ветхий Завет наполнен этими проклятиями. Если мы откроем книгу Второзакония, у нас нет времени, сейчас вы знаете, наверное, эти тексты. Помните, в 28 главе это особая глава. Первая часть, она посвящена благословениям. Там, где Бог говорит, когда-то вы перейдете, Иордан, и если вы будете слушать слов моих и исполнять запови мои, то прекрасное слово благословения, благословен в поле, в доме, благословен скот, благословены детки, благословение, благословение. А затем остановка говорит, но если вы не будете слушаться гласа моего, исполнять заповеди, идет вот это слово. Проклят, проклят. Буквально в каждом стихе проклят, братья и сестры. Вот это разделение, это наказание. Одно, знаете, очень страшно. Где защита? Кто остановит это проклятие? Кто разорвет эту цепь греха? Потому что грех есть беззаконие, а наказание за нарушение закона есть проклятие, друзья. И сегодня люди томятся, они, может быть, не осознают в духовной жизни своих последующих, даже в детях где-то испытывают, как результат грехопадения, вот это проклятие. Бог решил этот вопрос, друзья. Бог решил этот вопрос. Послание Галатам, если можно, откроете третью главу, тринадцатый стих. Обратите внимание, чрезвычайно важный текст. «Христос выкупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Братья и сестры, можете себе представить, Иисус Христос, когда висел на Голговском кресте, на нем исполнялось это слово, потому что было написано «проклят всякий, висящий на древе». Иисус Христос согласился пойти на самую крайнюю, на самую радикальную смерть, позорную, для того, чтобы исполнилось это слово и взял все эти проклятия на себя. В другом переводе этот же текст говорит следующее, обратите внимание, в другом переводе в русском, а Христос искупил нас от этого проклятия. Он сам принял проклятие за нас, ведь написано «проклят всякий, кто повешен на древе». Немножко, чуть глубже открывает смысл, но показывает, Христос взял на себя проклятие. Каким же величайшим благословением, братья и сестры, мы имеем сегодня те, кто приняли весь воскресенье. Друзья, ваша жизнь может измениться до и после. После – это свобода, это прощение, это милость и благодать. Четвертое последствие греха – есть гнев Божий. Дорогие слушатели, вы знаете, что такое гнев Божий? Это что-то страшное. Когда мы читаем книгу Откровения, 6 главу, 16-17 стих, если можно, откройте, пожалуйста, этот текст, книга Откровения, 6 глава. В этой 6 главе, когда снимается шестая печать, происходит великое землетрясение. Такое землетрясение, которого еще в истории Земли не было. Это будет что-то страшное, которое в результате этого землетрясения, Писание говорит, «Звезды небесные стали падать с неба, как смоковница, и земля свернулась, как свиток». Вот в таком результате. Но и это еще, братья и сестры, не все. В 15 стихе там цари земные, написанные вельможи, богатые, сильные. Они обращаются и рабы, и свободные. Они скрылись в пещерах и в ущельях гор. И в 16 стихе для чего? Что они хотят? Они обращаются и говорят к горам и камням. Падите на нас. Вдумайтесь, только это будет. Это будет в истории Земли. А будут обращаться к горам и камням. «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева акца». Почему? Потому что звезды падают. Потому что небо свилось с свиток. Нет. Потому что пришел великий день гнева его. И кто может устоять? Дорогие слушатели Евангелия, Писание никогда никого не пытается запугать или привести, знаете, в какое-то вот тупиковое состояние. Писание очень ясно говорит, праведный гнев Божий будет. Это страшное. И возникает вопрос. На кресте. В воскресенье Иисуса Христа решил ли Бог для каждого из нас защиту от его гнева. Послание к римлянам, 5 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит очень ясно и утвердительно. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся». Спасемся им от чего? От гнева. 12 глава книга «Исход» повествует о очень интересном событии для народа израильского. Это была особая ночь, помните, когда семья должна находиться внутри. И Бог дал особое повеление взять однолетнего акца, заколать его и кровью помазать косяки дверей, перекладиней снаружи, не внутри. И вы находитесь там, потому что будет проходить губитель. Бог говорит, «Увижу кровь, и что сделаю? Пройду мимо». «Песовер» – пройти мимо. Пасха, дорогие слушатели, Пасха – это не выходной день. Пасха – это не только торжественное собрание. Пасха – это ни куличи, ни крашеные яички. Пасха – это Христос, который заклан за каждого из нас. Для чего? Для того, чтобы нам сокрыться и спастись от будущего праведного гнева. Мы спасаемся кровью Иисуса Христа. В этом есть величайшая заслуга и важность креста Иисуса Христа и Его воскресения. Итак, четыре последствия греха. Очень просто запомнить. Вина, смерть, проклятие и гнев Божий до креста и воскресения. До и после. Вы видите, какая радикальная разница, что произошло в этом мире. Это может быть благословением для тех, кто еще не принял Иисуса Христа как своего Господа. У меня есть несколько минут, друзья. Я говорю, что собрание чуть дольше будет. Я бы хотел, используя вот этот простой такой, знаете, аналогию, вот этот пример, вот это выражение, которое мы используем до и после, посмотреть немножко на текст, который мы прочитали Евангелие от Матфея, перенести его в реальные ситуации и посмотреть еще две группы людей, для которых Пасха была до и после, и как они воспользовались этим событием. Что изменилось? Какие обстоятельства произошли до и воскресенья, и как люди отреагировали на них? Братья и сестры, кто был в четверг у нас на собрании? Мы читали Евангелие от Матфея. Мы читали Евангелие от Матфея. И я вам скажу, что мы закончили. Наш последний стих Евангелие от Матфея был в 27 главе следующим стихом. 60 стих был последний, который мы прочитали в четверг. «И положил его в новом гробе», речь идет о Иосифе, который пришел, попросил Пилата взять тело, «положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Это был последний текст, который мы прочитали. Вы знаете, возникает вопрос, а что же было до тех событий, которые мы с вами сегодня уже стали читать в 28 главе? Хочу обратить внимание на одну группу людей, которая присутствовала там. Очень кратко, друзья. 62 стиха. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Удивительным образом устроены люди. Люди, которые, казалось бы, сделали все возможное. Вот эта группа религиозных лидеров, друзья, не атеистов, безбожников, которые сделали все возможное для того, чтобы убить, уничтожить Иисуса Христа. Что вам еще надо? А в сердце-то не покой. Совесть где-то тревожит. И пришла им такая гениальная идея, знаете, в скобках. Каким образом? Они вспомнили, потому что вспомнили, говорит, Христос же говорил, что Он воскреснет. Каким образом мы можем Его остановить, это воскресенье, приходит к Пилату и говорит, ну, по стражу давайте, и камень привалим, и печать, тогда все будет хорошо. Я думаю, Пилат был не глупый человек. Он сам был участником, он переживал, он слышал, читал записку жены своей, он умывал руки, его совесть тоже, она была мучилась, и он не хотел дальше участвовать в этом злодеянии. Он говорит, вы имеете стражу, идите, поступайте, как вы хотите. Казалось бы, это группа людей, для них еще Пасха не закончилась. Они хотят что-то сделать еще. Это одна группа людей, друзья. Хочу обратить внимание еще на одну небольшую группу людей. Я пропустил, читая 27 стих умышленно, один стишок, 61, обратите внимание, 27. «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Марии и другие женщины сидели против гроба. Что они могли сделать? Что им открывалась? Какая перспектива? Что они могли эти женщины сделать, когда все закончено, можно было возвращаться домой? Время, когда они были с Господом, когда служили, когда слушали, для них уже закончилось. Вы знаете, интересно, что поступки, обратите внимание, поступки на одной и другой группы людей. Одна группа фарисеи, книжники, первосвященники, далее они подключили воинов. Было понятное действие. Но вот, казалось бы, Мария и другие Марии. Но, казалось бы, немножко должны быть другие, вы же знали Господа. Но обратите внимание, в чем выражались их поступки. Смерть Иисуса Христа, она произошла накануне в пятницу вечером. Суббота, накануне субботы, Мария была свидетельницей о снятии его тела с креста, погребении в саду Иосифа Римапфейского. Потом настала суббота, в день покоя. Но у Марии покоя не было. У Марии покоя не было. Ее по-человечески можно понять, она хотела что-то сделать для своего Господа. Интересно ее действие. Она начала готовить специальные ароматы. Для чего? Чтобы помазать тело Господа. Вся суббота она потратила весь день на это. Друзья, как горько было осознавать, что их труд оказался совершенно напрасным. Христос не повелел Марии это делать. Это был результат ее сердца. По-человечески можно было понять. Обратите внимание, когда они пришли, по прошествии уже субботы. Обратите внимание, по прошествии уже субботы, на рассвете первого дня недели, приходит Мария Магдалина, другая Мария, посмотреть гроб. В руках у них эти ароматы. Воскресенье уже произошло. Уже началось после воскресенья. Но сердце, поступки, состояние Марии по-прежнему еще находится до Пасхи. И вот состояние Марии, очень ангел хорошо говорит, он дает оценку, 28 глава, 5 стих. «Ибо знаю, что вы ищете Иисуса, какого? Распятого, невоскресшего, распятого. Их сердце по-прежнему было распято смертью, распятым Иисусом Христом». Друзья, это состояние у Марии продолжается. И знаете, когда наступило для нее воскресенье, наступило после, евангелист Иоанн очень хорошо говорит, помните, там, где написано, Мария пришедшая увидела Иисуса, подумала, что это садовник, и обращается к Нему, говорит, «Если это ты унес Господа, скажи, где положили?» В руках сосуд, в руках это масло, а сердце еще не прозрело. И только после слов Иисуса Христа, который говорит ей Мария, 20 глава, 16 стих, Иоанн говорит, Иисус говорит ей Марии, и она, обратившись, говорит Ему, «Равуни», что значит «Учитель». Для Марии лично, для жен, Пасха, события воскресенья, после, друзья, начались только тогда, когда она лично встречалась с воскресшим Христом, когда лично Христос обратился к ней. Это было для нее торжеством, большой радостью. Я думаю, что она всегда в своей жизни, сколько она обжила, она вспоминала, было «до» и «после». Друзья, несколько коротких мыслей будем заканчивать. А как же для другой группы людей, для тех, кто поставили стражу, кто приложили печать, для воинов, которые стали свидетелями, друзья, это воины были свидетелями, потому что Писание говорит, «Ангел Господень сошел, великое землетрясение, камень был отвален». И написано, мы читали, что воины, они устрашились страшно. Что они делают, друзья? Возможно, должно быть, наверное, здесь прозрение, возможно, Пасха для них должна наступить сейчас, преклониться, искать воскресшего. Нет. Они идут в город и не сообщают первосвященникам о том, что произошло. Происходят события, очень интересные, знаете, трагические события, которые имели далеко идущие последствия для только первосвященников, воинов, но для других людей. Обратите внимание, 28 глава Евангелия от Матфея написана так, 12 стих, «И они, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его прияночью украли его, когда мы спали, и если слух об этом дает до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Какая личная трагедия. Воинам, которые были свидетелями воскресения, Бог предоставлял уникальнейшую возможность стать свидетелями воскресения. Представляете, воины могли быть учениками, идти в город, говорит, мы видели, мы стали свидетелями, для нас вот это место после наступило, но, к сожалению, нет. В руках оказались много денег, сердце закрыто для Христа, и в устах ложь. Ложь, которую передают, и написано, пронеслось это слово между иудеями как долго? До сего дня. Миллионы людей сегодня, находящихся в Израиле, да приходят паломники, гробу Господню, не принимают. Какая сила имеет ложь? Братья и сестры, не произошло до и после. Эти люди так и остались до. Дорогие друзья, братья и сестры, каждому из нас знакомо выражение, как я говорил в начале своей проповеди, до и после. Моя проповедь сегодня называется Воскресение Христово, до и после. Наверняка мы будем использовать это слово, даже в нашей обыденной жизни, наверное, говорили, ну, давай мы до Пасхи что-то сделаем, а после, потом другое. Или мы планируем, давайте мы уже после Пасхи поедем, правда, в нашей обыденной жизни мы это говорим в течение нашей жизни. Друзья, но хочу сегодня обратиться, если у вас не произошло личного воскресения, если в вашей жизни не произошло вот эта встреча со Христом воскресшим, я хочу сказать, что в вашей жизни остается четыре последствия греха нерешенными. это вина пред Богом, это смерть физическая и смерть духовная, это проклятие и гнев Божий. Эти четыре закона, четыре вещи будут действовать в вашей жизни до конца. Но есть возможность, друзья, изменить, что в жизни каждого человека, в жизни каждого слушателя, кто сегодня находится в нашем собрании, был момент, когда вы сказали «Моя жизнь до Пасхи». 17 апреля 2022 года была одна, но наступило воскресенье, и после Пасхи я получил оправдание от Бога, смерть меня не страшит, проклятие снято Господом, и гнев Божий не является для меня гневом, а я вижу в лице Господа моего Спасителя. У нас будет время сейчас молитвы, друзья. Если вашим сердцем Дух Святой касается, если в вашем сердце есть вот это понимание, что вы нуждаетесь в воскресшем, вы можете в краткой молитве обратиться к Богу. Вы можете пройти сюда, вперед, и церковь будет свидетельствовать, молиться и радоваться с вами о работе победы воскресшего Христа в вашем сердце. Пусть Бог в этом поможет. Я приглашаю церковь к молитве. Помолимся. Аминь. Аминь.